2019 год выходит на финишную прямую. До наступления нового 2020 года остается менее двух дней. В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире предновогодний выпуск новостей. Кто они, люди, рожденные в год крысы? Астрологи утверждают, что они обладают хорошим умом, упорные и хитроумные. Крысы – быстрые мыслители, успешные, но склонны жить спокойной и мирной жизнью. Веселиться на Новый год всем по душе, а получать подарки приятнее вдвойне. В преддверии Нового года в гости к воспитанникам центра «Наш Дом» пришли волонтеры благотворительного движения «Добрые сердца» компании «Башня в полюс». Разумеется, не с пустыми руками. Многочисленные фейерверки – неотъемлемый атрибут новогодней ночи. Но чтобы Новый год прошел без происшествий, необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации пиротехнических изделий. Зимние каникулы – хороший повод для того, чтобы провести время со своими близкими и порадовать детей. Чем заняться и куда сходить в новогодние праздники, расскажем сегодня в выпуске. Согласно китайского календаря, каждый год опирается на 12-летний цикл, где каждый год носит название того или иного животного. Наступающий 2020-й пройдет под знаком крысы. Крыса – очарование и агрессивность, дают характеристики китайцы, имеет обаятельный и общительный характер. Мы, конечно, не китайцы, но отдавая дань моде, все же заглядываем в их календарь. Самые юные люди, родившиеся под знаком крысы, в наступающем году отметят 12-летие. Астрологи утверждают, что они обладают хорошим умом, упорные и хитроумны. Крысы – быстрые мыслители, успешные, но склонны жить спокойной и мирной жизнью. Сами себя они характеризуют так. Хороший, храбрый. Заступаюсь за своих братьев и сестер. Я люблю играть в футбол, гулять больше всего. Я постоянно гуляю, играю в игры. Я по характеру добрая, иногда бываю самовлюбленная, иногда злой бываю. Но это не часто так. Среди тех, кто родился под знаком наступающего года, есть и известные, успешные жители нашего округа. Например, заместитель губернатора Наталья Сидорова. Среди астрологических характеристик людей, рожденных под знаком крысы – мультиталантливость. Они волевые и всегда достигают результата. Для нашей семьи этот год еще отличается тем, что у нас в семье три крысы. Помимо меня, в этот год еще родился мой брат и моя доченька. Поэтому у нас такой, знаете, год крысы в Кубе. Крыса, она вообще очень любит детей. То есть, да, действительно, я люблю свою семью. Я безумно обожаю своих двоих деток. Крыса тоже, опять же, я прочитала о том, что она любит, чтобы был в доме порядок. На этом я тоже помешана. Мне надо, чтобы был дома порядок. Говорить о плохих качествах у крысы они тоже есть, но и без этого тоже нельзя сказать. Она упрямая, где-то вредная, злопамятная. Ну, это, наверное, тоже есть. Но это, притом, это есть, наверное, не только у крысы, а есть у всех людей. Благодаря своей независимости и воображению крысы подходят для творческой работы. Это прекрасные авторы, редакторы и художники. Известный ненецкий историк, автор ряда книг о нашем округе Юрий Канев также родился в год крысы. Крыса, она достаточно такой агрессивный, энергичный, такой очень жесткий такой зверь, который всех грызет. Мне, наверное, повезло, что я не такая агрессивная крыса. Причем, потому что я все-таки по знаку зодиака еще и весы. Вот, а весы не уравновешивают многие вещи, поэтому я такая смягченная крыса. Астрологи утверждают, что новый 2020 год принесет жителям планеты новые возможности. Например, возможность начать жизнь с белого листа. Этот год будет идеальным для семейных занятий, улаживания конфликтов. Особое внимание стоит обратить на потомство. Крыса знатный семенин, поэтому от нового года надо брать по максимуму. Я жду, ну, от всяких волшебств, чтобы ничего не произошло за этот год, чтобы было все хорошо. Не знаю, чтобы что-то построили новое, чтобы было прикольно. Или чтобы площадку где-то построили новую. Я хочу, чтобы в 2020 году все было хорошо, у моих родителей были здоровья, чтобы дети слушались родителей, помогали друг другу. Стабильности мы хотели бы все, чтобы все было стабильно. В общем, и самое главное, чтобы не просило никаких решительных потрясений. Да, потому что крыса – это знак, который любит стабильность некую, да, чтобы погрызть постоянно. Поэтому, наверное, все мы ждем некой стабильности, спокойствия. Ну, наверное, хотелось бы, чтобы все было прекрасно в нашей жизни. Вообще я не увлекаюсь астрологией, не читаю никогда гороскопы, но в этот раз, честно скажу, заглянула. Я посмотрела по восточному календарю, что же это обозначает. Вообще смотрела о том, что год крысы, оказывается, он первый из всех 12 знаков. И бытует мнение о том, что именно в этот год закладывается такая, знаете, стратегическая основа как в глобальном масштабе, так и в масштабах каждого человека. Поэтому, ну, чего я жду? Я надеюсь о том, что, в принципе, и как себе, так и всем остальным я желаю, чтобы достигли тех личных успехов, которые хотелось бы, да, личные победы. А уже из этих личных побед каждого человека, я думаю, что сложится такая общая победа, общая цель, к которой мы идем, это развитие той территории, на которой мы проживаем, соответственно, наш Нинский автономный округ. Ученые пришли к выводу о том, что крыса – коллективный грызун. Поэтому праздновать Новый год нужно веселой компании, близких и друзей, избегая брани и ссор. Нельзя предаваться грустным мыслям и проводить праздник в одиночестве. Тогда наступающий год точно станет успешным и плодотворным. 2020 год в России объявлен президентом Российской Федерации Годом памяти и славы. Мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, пройдут по всей стране. К этому событию готовится и Нинский округ. Глава региона Александр Цибульский провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилея Победы. В ходе Оргкомитета рассмотрели вопросы о порядке вручения юбилейной медали. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Награждение данной медали 143. На сегодняшний день поступило 80 медалей. 63 мы ожидаем. С это обращением мы направили. У нас, если посмотреть, то 61 это в селе проживает, 76 это в городе Дружеников-Тыва. Четыре участника Великой Отечественной войны и два жителя Балканного Ленинграда. То есть это все в работе. В начале следующего года недостающие медали получим. И в рамках празднования 9 мая будут вручены. Также рассмотрели вопрос о необходимости проведения ремонтных работ в квартирах и домах Тружеников-Тыва. На сегодняшний момент уже проведен ряд проверок жилищных условий ветеранов. Готовится соответствующая документация. Губернатор Ниньского округа Александр Цибульский поручил подключиться к решению данного вопроса Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. В канун Нового года каждый ребенок ждет чудо и верит, что Дед Мороз непременно исполнит его самое заветное желание. Осуществить мечты воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» помогли волонтеры благотворительного движения «Добрые сердца» предприятия «Башнефтьполюс», входящего в структуру компании «Роснефть». Подробности в нашем следующем сюжете. В центре внимания самые маленькие воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». В гости к ребятам пришел зайчик, который ни на секунду не дает заскучать, придумывая для малышей различные конкурсы и игры. Пришли на праздник и другие сказочные герои. В главных ролях дети постарше. Сегодня у них своя минутка славы. В детском доме она не только зеленая и стройная, но и волшебная. Под елочкой ждали своего часа новогодние подарки от волонтеров благотворительного движения «Добрые сердца» предприятия «Башнефтьполюс», которые ежегодно принимают участие в акции компании «Башнефть» – подарок Деда Мороза. Волонтерское движение «Добрые сердца» объединяет весь коллектив «Башнефтьполюс», включая месторождение, город Уфана, Риммар. Мы собираем денежные средства и покупаем наши деньги, подарки. Выбирая подарки, волонтеры учитывали пожелания каждого ребенка. Иногда детские мечты казались очень неожиданными. Казбов Игорь, он пожелал 4 килограмма капец. Что ты у Дедушки Мороза просил на Новый год? Машину. Машину какую? На пульсе? Да. А ты видел уже, что он тебе подарил? Покажешь нам? Наверное, какая-то очень крутая машина. Давай я тебе помогу. Вставай. Новый год – это такой праздник, когда каждый ждет какого-то чуда. А наши дети особенно. То есть здесь еще очень важен какой-то индивидуальный подход и индивидуальное поздравление. Так что мы очень благодарны на самом деле «Башнефтьполюс», что такое внимание наши детки получают. Ну, просто искренне от всей души, от всех работников и от всех наших воспитанников выражаем огромную благодарность. А еще ребята вручили своим друзьям сделанный своими руками волшебный фонарик и пожелали им счастья, успехов и добра. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В поселке Искатели состоялась елка для детей, чьи родители объединились в организацию «Особое детство» в Ненинском округе. В новогоднем представлении приняли участие более ста детей. Ребята и их родители с наступающими новогодними праздниками и рождественскими праздниками поздравил губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Новогодний утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой для своих подопечных организация провела при поддержке главы региона Александра Цибульского. Сегодня мы проводим замечательные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для членов нашей общественной организации. Благодарим за такую потрясающую возможность нашу власть, нашего Александра Витальевича Цибульского. За подарки, за вкусности, за организацию. Благодарим также и П. Эстер Ирина Сергеевна. Благодарим школу номер 6, поселка Искателей, которая любезно согласилась предоставить нам этот зал. Благодарим ребят, которые предоставили нам батуты. Также благодарим наших сотрудников нашего особого детства. Ну и всех замечательных родителей, детей, которые сегодня пришли. Особое детство в Ненинском округе первая в регионе некоммерческая организация, включающая в реестр поставщиков социальных услуг и оказывающая их нуждающимся детям по индивидуальным программам. Это семейный центр развития, в котором оказываются не только социальные, но и дополнительные образовательные услуги, такие как занятия по развитию мелкой мотории, логопедии, адаптивной физкультуре и другим методикам. Работа проводится с детьми с ограниченными физическими возможностями на дому и в полустационарной форме. Специально для этого обучены сотрудники, многие из которых являются родителями особых малышей. Сегодня в организации на постоянной основе и по совместительству работают 9 человек. В региональной организации «Особое детство» в Ненинском округе в настоящее время состоят 82 родителя. Все услуги детям оказываются бесплатно. Глава региона Александр Цибульский вручил подарки жителям Ненинского округа, которые приняли участие в акции «Елка желаний». Торжественное вручение состоялось во Дворце культуры Арктика 29 декабря. Все участники акции писали письма с желаниями, которые впоследствии украсили новогоднюю елку в Кремле. Главы субъектов снимали с елки записки от жителей регионов, которыми они руководят. Губернатор Ненинского округа вручил сертификат на исполнение мечты Лизы Михальченко. Юная жительница округа пожелала детский игровой комплекс «Кровать» «Саушка Бэби-5». Также сертификат получил Илья Федотов. Он загадал поездку в московский планетарий. Кроме того, исполнение мечты ждет Полину Калининскую. Девочка отправится с мамой на Красную площадь в Москву. Жительницы поселка Красное Любови Каневой подарили плазменный телевизор. Пожилой женщине было трудно приехать за подарком, и вместо нее телевизор получила ее дочь Ирина. «Елка желаний» — это всероссийская благотворительная акция, участники которой помогают исполнить желания людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей из многодетных семей. Елки устанавливаются не только в Кремле, но и в других государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях. Зимние каникулы продлятся до 8 января включительно. Это значит, у нас есть как минимум 9 дней, чтобы провести время со своими близкими. Большинство из нас с нетерпением ожидают новогодних праздников. Чем заняться и куда сходить в новогодние праздники в Наринмаре, расскажет Александра Литкова. Этот праздник всегда ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Он запоминается веселой суматохой, смехом, шутками и добрыми пожеланиями. Ну а после застолья с родными и близкими самое время отправиться на площадь Марацей. Новогоднее шоу-программа «Здравствуй, Новый год» начнется в час 31 января. В программе вступление творческих коллективов, поздравления Деда Мороза, интерактивные игры со зрителями, хороводы вокруг елки, ну и, конечно же, пиротехническое шоу. Новогодняя дискотека продлится до 4 утра. Также 1 января состоится забег обещаний 2020. В 12 часов дня можно будет присоединиться к самым сильным и энергичным и дать себе обещание на будущий год пробежать или пройти ради него 2020 метров. Вплоть до 8 января в столице Ниньского округа пройдет целый ряд концертов, спектаклей и шоу. Жители и гостей города порадуют выставки, мастер-классы и многие другие мероприятия для любой возрастной категории. У нас будет игровая программа «Сенакова», ниньские игры. Она будет цитрализованная, там будут героини ниньских сказок, не будем раскрывать какие персонажи. И они будут, конечно же, играть с детьми, проводить новогодние игры. Поэтому прийти могут все желающие, вход свободный. Жителей и гостей поселка Искателей ждет не менее развлекательная программа. 1 января в час ночи здесь пройдет праздничное шоу, подготовленное клубом «Созвездие». Искательский народ встречает Новый год с танцами и конкурсами. Детворе в каникулы скучать тоже не придется. 4 января мы приглашаем всех юных жителей нашего округа на игровые развлекательные программы в гостях у Мышиного короля. Для детей от 2 до 4 лет игровая развлекательная программа с играми, с танцами, с сказочными героями, конечно же, со сладкими призами, веселыми танцами и конкурсами пройдет для детей 2-4 лет. В 15 часов мы ждем всех детей от 5 до 10 лет. После празднования Нового года наступает черед празднования Рождества Христова. Клуб «Созвездие» приглашает всех желающих на мастер-классы, сделать подарки и сувениры своими руками. Традиционная рождественская ярмарка также состоится и во Дворце культуры Арктика. Встретить Новый год по ненецким обычаям можно на ежегодном празднике «Солнце Нового года», который состоится 7 января в 11 часов в Центре арктического туризма. Вы узнаете, как встречают солнце коренные жители Севера, и примите участие в магическом обряде. В завершении праздника гостей ждут угощения в теплом чуме. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе в рамках исполнения требований прокуратуры отделом надзорной деятельности проводятся внеплановые проверки объектов, реализующих пиротехнику. О том, как выявить некачественный товар, а также о мерах безопасности в обращении с фейерверками, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Какой хлопушка, хоть и римская свеча, всем выдается правильное пользование, чтобы они читали и правильно пользовались. По правилам каждому покупателю пиротехнических изделий выдается инструкция по их эксплуатации. Также изделия должны храниться в сухом помещении перед попаданием на прилавок. Витрины в магазине должны быть закрыты. «В данный момент мы находимся на одном из объектов. По итогам проверки, в принципе, здесь нарушений не выявлено. Размещен отдел по реализации пиротехники на верхнем этаже здания, как и предполагается правилами. Витрины мы видим все закрыты. Доступа покупать или нет. Есть продавец-консультант, который при обращении потребителей может все рассказать, показать. Также на объекте нам предоставили разработанные памятки по безопасному использованию пиротехнической продукции. Также они вручаются всем покупателям пиротехники». У пиротехнических изделий существует свой срок годности. В большинстве случаев максимальный срок хранения – три года. В случае, если у товара истек период его эксплуатации, пиротехническое изделие необходимо поместить в емкость с большим количеством воды, тем самым утопив все снаряды. «Знать правила, как эксплуатировать пиротехнику. Вот у нас мы раздаем памятки, как нужно правильно пользоваться пиротехникой. Также на каждой упаковке инструкция прописана, как в ней пользоваться. Пиротехникой надо на расстоянии руки поджечь сам салют, отойти не менее 15 метров от салюта». Пиротехнические изделия необходимо эксплуатировать вдали от зданий детских площадок. При ветреной погоде стоит отказаться от запуска фейерверков. Место для запуска должно быть оборудовано. Необходимо установить конструкцию устойчиво. Для удобства жителей МБУ «Чистый город» организовывает два участка для запуска пиротехники. Напомню, для того, чтобы Новый год прошел без последствий, необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации пиротехнических изделий. Будьте осторожны. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». А теперь полезная информация. В новогодние праздники изменится время работы медицинских учреждений. 30 декабря с 10 до 16 часов без забора анализов будет осуществлять прием пациентов в медицинский центр «Санавита». В новом году он возобновит прием 4, 5, 6 января с 10 до 16 часов. Также без забора анализов. Выходными днями здесь будут 31 декабря. 1, 2, 3, 7 и 8 января. В женской консультации прием будет проходить 3 и 6 января с 9 до 15 часов. Во взрослой поликлинике Ненецкой кружной больницы врачи будут принимать пациентов 3 и 6 января с 9 до 13 часов. В эти дни прием будет осуществлять участковые врачи-терапевты и хирурги. Детская поликлиника примет пациентов 3 и 6 января с 9 до 16 часов. Будут работать 2 педиатра. Ненецкая кружная стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов 2, 4 и 6 января с 10 до 13 часов. В поселке Искатели центральная районная поликлиника Заполярного района будет работать 3 января с 9 до 13 часов. Также прием будет проходить 6 января с 10 до 13 часов. Принимать будут педиатрическая, терапевтическая, лабораторно-диагностическая рентгенслужбы. Также по специальному графику будут работать аптеки Нинецкой фармации. В поселке Искатели отделение будет работать 3, 6 и 8 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Лесозавод 4 и 6 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Кармановка 4, 6 и 8 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Качгард 3, 4, 5, 6 и 8 января с 11 до 17 часов. Центральная аптека будет работать 1 января с 11 до 17 часов. В остальные праздничные дни с 9 до 21 часа. Льготный отдел аптеки и оптика будут работать 3 и 6 января с 10 до 17 часов. Что касается окружных поселений, то дежурства будут организованы в участковых больницах сел Оксино, Нес, Нижняя Пеша, Великовисочное и поселка Харивер 3 и 6 января. Амбулаторные приемы будут вести и в небольших населенных пунктах, где работают структурные подразделения больниц. Это был предновогодний выпуск новостей. А завтра, 31 декабря, мы вместе с вами вспомним самые яркие события уходящего года. Оставайтесь с нами, ведь с нами теплее. Субтитры создавал DimaTorzok